Париса какой-то фетиш на гигантские пипки. Цвет нездоровой какашечки, знаете. Выпьем за мракобесие. Плеш на плеше и плешью погоняет. Why? Всем привет, с вами Мэри, а это обзор на бренд Париса Косметикс. Мне очень некомфортно сидеть перед вами без тона, поэтому давайте начнем наносить тон у меня такой вот for you. Flawless Skin Foundation. Оттенок у меня 21, тут всего их 3. 13, 21 и 23. Такая вот бадьяна 50 мл. Я его тестировала уже неоднократно, стандартно. Одну половину лица я тонирую. Кожа у меня уже подготовлена. Чисто теоретически он мне темноват. Чисто практически, как будто бы он ложится идеально в тон моей кожи. Я так и не поняла, как это происходит и что вообще здесь делится. Мы видим перекрытие. Из минусов это зеленоватый подтон, который я наблюдаю и не только я. Несколько затестов можно найти у меня в коротких роликах. Они либо уже вышли, либо будут еще выходить. В общем и целом, сам тон этот мне нравится, но есть факторы, которые меня слегка смущают. Возможно, пора приобрести повязку, но... нет. Итак, одна сторона затонирована, вторая нет. Ультра Креми Монстрозин Формула Деливерс Лонг Верми Увлажняющая Формула. Обещает нам долгую носку. Мягкий натуральный финиш. Я могу сказать, что он действительно натуральный, но уходит скорее в такую матовость и имеет тенденцию скатываться в складочки. На коже не ощущается, видимо, потому что он не супер матовый, хоть и плотный. Коллаген, миоцинамид и гиалуроновая кислота. Как будто бы идеальный мой оттенок, хотя 21 я искренне была уверена, что мне будет темно. Когда я сводчила еще в телеграм-канале, когда мне только все это приехало, он выглядел прям темным пятном. Что происходит на коже моего лица, я не понимаю, честно говоря. Но затонировались. Мне искренне кажется, что кожа с ним выглядит очень хорошо. Я его тестировала достаточно долго, чтобы как бы, если бы была какая-то проблемка, она бы у меня вылезла. Все какие-то недочеты, значит, мы пока что перекрыли. Мы не сияем, как какой-то тотальный блинчик. Сейчас еще будем делать макияж и поглядим в процессе, что будет держаться, что не будет держаться. Возьмем консилер Base4U Matte Reddish Concealer 02. Матовый пигментированный консилер, у которого гигантская пипка. На зону вот так вот он глазами потяну его там. Хочу еще вот на вот эти вот части тоже нанести. Что-то вот везде подвысветлить. Скажу немножко про бренд. Традиционно немножко это все, что я знаю. Я залезла даже на официальный сайт, почитала и на русском, и на английском, что это испанский бренд. При этом я практически уверена, что производится он особенно в контексте всяких там теней и прочего. Какой-нибудь Китай. Давайте посмотрим. То он у меня произведен в Корее. В общем-то, если он произведен в Корее, то у меня нет вопросов, почему 13, 21 и 23. Если вы знаете марку Collagen, вот у них тоже, по-моему, 13, 21 и 23. Это чисто такая корейская оттеночная история. Консилер мы разнесли под глазами. Он нам полностью подперекрыл, осветлил чутка. Ну и, в общем-то, вещь-то неплохая. Под глазами посмотрим, как себя поведет. Опять же, я его тестировала. И что-то мне в нем не шибко понравилось. Я думала, что мне придется высветлять, конечно, все лицо. Но, в общем и целом, тон меня в файлале устроил по оттенку. Поэтому сойдет. Так вот, да, значит, Парис, испанский бренд, который основан в 2006 году. В Россию как-то активно поступает с 2015, как я вычитала. А производство, я так понимаю, у нас везде все по-разному. В консилере у нас 8 мл. В общем-то, вот так вот выглядит лицо. Давайте мотироваться. Пудра у меня тоже 4U Base, тоже в 0,2 оттенке. Компактная пудра SPF10, витамин С. Made in PRC. Значит, вот так вот это все выглядит. Мне нравится крышечка. Пластик, конечно, у этой вещи такой. Дешевенький. А вот она консилер у нас в такой качественной плотненькой пластмассе. Набираем на пушистую кисть. Стандартно на половину лица. Она не прозрачная, что было бы идеально. Но в оттенок нам сейчас подходит. Еще раз я, значит, уточняю, что Париса прислали мне рассылочку. Я таки решила снять на нее большое видео. Ну, в общем-то, видим вот одна сторона лица, вот другая сторона лица. Мне искренне кажется, что пудра нам еще это все затемнила, всю эту историю. Но заматировала. Да, вот мы и сияем, вот мы и не сияем. Посмотрим до конца ролика, как будет держать. Так вот, да, значит, рассылку мне прислали. Мнение я буду высказывать такое, какое оно есть. Потому что мне так, дайте скажу, этически проще. Пудра у нас 7 грамм. Все, заматировались. Давайте губочки увлажним. Вот такая вот чудесная маслица. Hot Lips Oil в оттеночке 03. Поскольку написано Hot, я боялась, что это плампер, но нет. И это маслечка с оттенком. Опять же, с гигантской пипкой. Париса, какой-то фетиш на гигантские пипки. Увлажняет, разравнивает. Дает чисто корейский эффект. Стало интересно, произведено ли оно в Корее. Оно сегодня будет у меня чисто, как увлажняющий элемент. Слегка оно липковато. На обрамлении карандаша дает потрясный эффект. И видите, они прям как будто бы сразу напитались. Потому что масло блеск. В общем-то, потому и липковато. У меня губы природные кривые, поэтому, извините, посидим еще и с кривыми губами. Ну что ж поделать, день сегодня такой. Сережки. Надели мы какие-то серегулечки и перейдем к оформлению лица. Палетка Glamour Glaze. Невероятно переливчатая снаружи. И абсолютно нейтрально-контурная внутри. Но нейтральная ли? Сейчас увидите. Мое самое большое разочарование. Беру контур. Зеркальце есть. Зеркальце никого не искажает. Адски теплый. Если нанести, наверное, только его, было бы окей. Да. Даже как будто бы и румяна не нужны при такой теплоте. А тут в палетке у меня есть персиковый оттенок. Этот контур может просто сливаться. Я думаю, что мы сейчас на это тоже поглядим. По пигментации, по растушевке меня все устраивает. По оттенку, ну это просто какое-то зеленовато-желтое пятно. Не лучшая вещь в моем арсенале. Давайте я так скажу. И давайте скажу, что вне злой теста я абсолютно не пользуюсь этой вот вещью. А нахрена Козе Баян, так сказать? Меня пытались просветить в комментариях, что многим людям намного больше нравятся теплые контура. Но я даже не уверена сейчас, что он теплый. Потому что я смотрю на него, и он дает мне какую-то зеленцу. Цвет нездоровой какашечки, знаете? Мне не очень такое нравится. Я хочу видеть покрытие без пятен. А у нас как будто пятно на пятне, и пятно погоняет. Очень. Ай, как-то несимпатично все это вышло. Ой, короче. Мне кажется, на носу это будет смотреться максимально так. Это спорно. Ну и вот мы опять встаем плотным пятном. Спрашивается, а зачем? А нахрена? Ну просто вот у меня полоса, с каждой стороны полоса. Окей, добьем это мракобесие. Пушистенькая кисть. Сходим в румиши персиковые. Да, кстати, тут красивые такие вот гравировочки на рефилах. Румиши приятные. Румиши персиковые, блядь. На носу творится просто полный пиздец. Я просто спонжем снимаю какой-то явный перебор с контуром носа. Румиши в целом, да, мне нравятся. Но проблема в том, что я, если у меня есть палетка, да, для контурирования, то я предпочту все взять из нее. А не тыкать контур из одной палетки. Потом лезть в румяна. Потом что-то еще. Еще пигментированный, мы это видим, полточка, так сказать, у нас набирается достаточно продукта, чтобы организовать себе плотный цвет. Но все вот какое-то полуплешивое, полушто-то. Кистью с остатками пудры я вот сглажу всю эту дивную, это сарказм, историю. Мне не нравится. Мне нравится, как выглядит румяна. Но знаете, румян мало для нормального оформления лица. Добавляю стандартно на подбородок, под нас и на лоб. Давайте еще вот сюда в складочку так. Едва зайдем, но это пока что, это временно. Вот в складочке у нас вылезла пигментация внезапная, которую мы не ждали. Извините, уйдите, пожалуйста. Ладно, допустим. И возьму хайлайтер. Вот такая вот красота. Я так и не поняла. Есть у него какая-то цветовая подложка, либо он просто мне темненький. Но он у меня несколько раз организовывал полосу. Хотела сказать, чуть-чуть набрала, но набрала не чуть-чуть, это очевидно. Мы делаем красивый блик. Но я вижу, я вижу полосу. Сама по себе вещь очень красивая, очень красивая. Я большой любитель ебейших бликов. Поскольку подложки я на пальце так и не увидела, делаю вывод, что он просто мне темный. При том, что у меня сейчас еще тон темнее, чем надо. Субъективно. Мне кажется, что более светлый тон смотрелся бы лучше. По пятну я не понимаю. Если вы видите пятно, пожалуйста, напишите об этом в комментариях. Так, в целом, блик красивый. На нос нанесу легкой пушистой кисточкой. И чуть-чуть, и чуть-чуть заделали. Слушайте, ну пока что это выглядит не прям максимально отвратительно. Контур это, конечно, редкостный трэш. А мне на работу ехать? Я как бы не хочу. Не хочу выглядеть жутко. Я думаю, что с оформлением лица на первом макияже мы покончили. Сделаю брови. И вернусь к вам, сделаем глаза. В общем-то, мы сделали брови. Я решила на отдалении показать вам палеточку. Значит, Гост Тейп 2. Мне прислали их две, но на первом у меня уже есть обзор на канале. Подробный. Там, по-моему, сколько? Три макияжа. Плюс видеопромат я тоже красилась ей. В общем-то, Гост Тейп 2. Она поменьше. Рукавчик. Опа! Красивая, красивая. Которая сделана у нас тоже в PRC. Китай. Мрачная вещь. Мы такое любим. Здесь у нас 8 оттенков зеркала, которое никого не искажает. И 9,8 грамм на 8 оттенков. Ну, короче, достаточно количества. Но я сразу скажу, что оттеночек Shining. Это у нас долбанный глиттер. Да. Микропластик. Нет, это не максимально колка ощущается. Но вот оно вот так вот выглядит. Если кому-то это красиво, то у меня вопросы. Если наносить это на глаз, то есть шанс, что он не поранит роговицу. Да. И вы не ослепнете. Но, как минимум, если он попадет в глаз, то, скорее всего, будет ощущение, что туда песка насыпали. На самой палетке вообще мало информации. На рукавчике информации больше. Но на рукавчике не написано, что это нельзя наносить на глаза. Значит, в итоге получается, что можно. Я в итоге считаю, что это неправильно. Потому что либо вы кладете тени, есть уже масса формул, масса текстур, есть слюда. Если вы хотите какую-то такую суперспаркли текстуру, микропластик класть в палетке – это trash, cringe и мракобесие. Выпьем за мракобесие. Я делала с этим оттенком первый макияж, и я была дико зла. Я знаю, что глиттеры кладут в палетку, но это не значит, что я как-либо собираюсь это поддерживать. Поэтому этот оттенок я не буду показывать в своих макияжах. Макияжей будет всего два. Ладно, я думаю, что мы посмотрели на палетку, и теперь мы приближаемся и переходим непосредственно к нанесению ее на глаза. Вжух! В общем-то, поедем. Скошная плоско-пушистая кисть. Пойдем с начиночкой Dead Garden. Я ее уже тестировала. Тестировала неоднократно. Моя любимая гамма уже фиолетовая. Не будем на это отвлекаться. О, ну плотничком сейчас уложить, слушайте. Мне нравится. Я надеюсь, что сейчас я не облажаюсь. Угловая тушевочка, но не в самом простом ее варианте. Так, слегка плешива, то есть я больше работаю все-таки в набивку. Если начинать тянуть, то вот по верхней границе получается такая грязноватая дымочка. Там у меня будет второй матовый оттенок, поэтому я шибко не парюсь. И сходим вот сюда в начало. Нам нужно посмотреть на оттенки. За витиеватостью идите, пожалуйста, в короткие ролики. Там витиеватости и всяких приколюх навалом. А мы можем встать вот сюда. Что происходит? Оттенок. Ладно. Но в общем и целом оттенок красивый. Нет, он пришивит. Вот хоть убейте меня, либо это надо прям работать в набивку, в набивку. Но тут вот у меня плеш на плеш и плеш и погоняет. Я надеюсь, что видно. Ладушки, я пойду сейчас во второй матовый зеленый гаммы, который называется Poison. Оливка. Мне сейчас важно, чтобы они смиксовались. Потому что если микса не произойдет, то все. Будем считать, что глаза упороты. Но как будто бы, как будто бы микс случается. Но я его тоже как бы наслаиваю. Да, это уже хрен знает какой тычок в рефил. Но оттенок виден. Окей, также пускаю его по подвижке. Ну или по крайней мере вот сюда на стык. На подвижку у меня опять ничего не ложится. Консилер, видимо, действительно матовый. По нижнему веку зайду и получу лист. Мне вот не хватает какого-то третьего оттеночка в гамму. Поэтому я тем же зеленым прохожусь еще с внешней стороны по всем границам нашего темного. Чтобы ну хоть как-то смягчить, знаете, всю вот эту вот местами вставшую историю. Ну окей. Я вот сейчас работаю и не боюсь. И это однозначный плюс такой вот креативной палетки. Ну как же некрасиво. Ну пожалуйста, стушуйтесь. Темно-зеленый как-то ведется как гнида. Сияшка. Сияшку я беру Contagious. Все такое полукремовое. Точно такое же, как в первой гостепене. Я залезу пальцем. Ой, палетки Space Garden. Неоново-зеленый. Вот это примерно то, что я хотела. Мне в целом нравится, да. Это спарключка, спарключка полукремовая. У нее нет никаких проблем с нанесением. Затирается до состояния фольги. Для меня просто скучновато то, что они вот одномерные. Тут две сияшки такого типа. Стык сразу затушу еще дополнительно темно-зеленым. В уголочек неизбежно. Это неизбежно. Я иду в оттеночек Phantom. Один из двух моих фаворитов этой палетки. Тоже примерно такая же текстурка. А вот сияшки уже осыпаются. Вот тут вот я вижу какую-то долбаную зелень. Дайте на спонжик, мне кажется, будет поярче. Какой-то вот он, во-первых, солнечный, во-вторых, не самый обычный. Я думаю, что мы еще под бровь его немножечко бахнем. По границе прохожусь пудрочкой. Остановимся пока на этом. Прямо из рассылки беру черный каял. В качестве гелия у подложки он мне не нравится категорически, потому что он не тянется ни хрена. Опять же, в коротких роликах можно будет это найти. А вот в качестве карандаша на слизистую он очень даже, очень даже хорош. Черное хорошее плотное нанесение. Полупрозрачный он тоже не наносится. Он мне нравится. Окей, левый глаз начинает плакать, ему что-то не понравилось. Это значит, что у нас мягкий пластик, они точатся. Тушь этот, что я сейчас ранее скажу. Валд у нас маскара. Такая вот у него монументальная щеточка, практически без ворсинок. Пахнет тушью. С ней проблема в том, что она выдавала мне, да, и выдает по-прежнему, слишком много продукта. Склеивала все адово. Ну да. Ну да. Видно? Видно? Если это кому-то красиво, то я за вас рада, мне некрасиво. Я жду, когда она, не знаю, подзасохнет. Может быть, мне пришла слишком свежая тушь. Я не знаю. Но я просто любитель, понимаете, мощно прокрашивать реснички, проходиться по ним повторно. А тут вот этого нельзя делать, потому что она просто склеит все и вся. Так что потом только пинцетом разделяй. И я ее очень-очень сильно ощущаю на ресницах. Она мне прям их все куда-то стягивает. Некомфортно. В общем-то, ладно, хрен с ним. С глазами мы сегодня покончили. В общем-то, глаза готовы. Все неплохо, плохи осыпания. Вот тут вот у меня все, все в блестках. Ага, понятно. Оно не шибко смахивается. А пудра уже мне наделила кожу каким-то легким сиянием. Тон уже, ну так, чуть-чуть едва заметно. Но потом будет больше. Вот тут особенно видно. Подзабился в какие-то мои складочки. Стареем, девочки, стареем. Не самым приятным образом все это выглядит, но нам нужно доделать губы. Два продукта у меня. Начинаем с карандаша для губ 719. Гелевый карандаш. В общем-то, масло я не снимаю с губ. Подвпиталось, красиво смотрится. Поедем наносить по контуру. По супер увлажненным губам. Все нанесется нормально. Он, возможно, даже потушуется. В целом, если его наносить, например, на губы, покрытые просто бальзамом. Ну, то есть, такие среднестатистически увлажненные губы, да? Ухоженные. То он не будет тянуться ни хрена. Не будет тянуться, не будет тушеваться. Встанет четко туда, куда вы его, значит, поставили. И все. Для меня это критично. Я тушую карандаш абсолютно всегда. У меня кривые губы я лажаю абсолютно всегда. Такая теплая коричневая вещь. Я пользуюсь обычно карандашами для глаз, да? На губах. Нет, ничто меня не останавливает от этого. Не понимаю, что должно. В общем-то, как будто бы даже ровно нанесла. Ну и чуть-чуть где-то все-таки охота не охота тушануть. Ну нет. Все еще не шибко хочет. Ладно. Просто знайте, что это гелевый карандаш. И на моих губах. Возможно, у меня губы какие-то волшебные. Он не тянется. Бальзам с оттенком. Коробочку я разорвала. Извините. В общем-то, вот такая вот вещь. Очень мне нравится упаковочка. Значит, увлажнение. Еще увлажнение. Смягчение. И не ощущается. Оттеночек у меня naked. Окей, alright. Вот так вот это все выглядит. Ничем не пахнет. Тестила я его два раза. Он мне нравится. Несмотря на то, что он очень теплая оттеночка. Но он идеально, кстати, ложится в этот карандаш. Ну и это не совсем кирпич. Светы достаточно плотные. По текстуре при этом именно как бальзам. Не дает какого-то супер увлажнения. Но давайте я так скажу. Весьма приятная. Весьма прикольная вещь. И как мне нравится упаковка. Я не знаю почему. При том, что как бы пластик. Но очень качественно выглядит. Значит, я уже вижу какое-то сияние. Считаю, что пудра держит не самым лучшим образом. Если мне к концу макияжа хочется повторно вот припудрить лоб. В остальном же глаза мне нравятся. Глаза мне нравятся. Да, несмотря на то, что темный оттенок, конечно же, дает какую-то толику мучения. Контур это всратость. Все вердикты будут в самом конце ролика. Пока что мы вот еще раз посмотрим. Убедимся в том, что в целом и общем, в общем и целом это красиво, я считаю, получилось. Давайте перейдем ко второму макияжу. Так, ну что ж, второй макияж. Поехали. У меня уже нанесен тон. Консилер точно так же, как в первом макияже. И нарисованы брови. Запеченная пудрочка для лица. Я специально взяла коробку, просто потому что на самой пудре только оттеночек. Вот у нас 01 Light. Can be used to set foundation and to touch up makeup. 8 грамм продукта. Она, да, запеченная. И у нее сатиновый финиш. В общем-то, вот так вот это выглядит. Она прямо светленькая. Она очень такая силиконистая, приятненькая. И мне она понравилась больше, чем первая наша пудра. Обычная, компактная. Тут есть зеркальце. Давайте стандартно я заматирую одну сторону лица. Ну как заматирую? Однозначно закрепляет тон. Но она его не матирует. Потому что она сияющая. Понимаете? Понимаете? Вот заматированная сторона лица. Вот не заматированная. Нет, ну она как бы присобирает текстурку. Я не знаю, мне нравится эффект. Во-первых, кожа сохраняет какую-то живость. Да, то есть не тотальную матовость. Хотя тотальную матовость я тоже люблю, уважаю. Но вот такой вот живой финиш иногда тоже можно. Под глазами пройдусь кистью факелом. Не буду сегодня мудрить. Все одной пудрой закреплю. Единственное, что она летит. С вашего позволения контур я возьму не тот, который мы брали в предыдущем макияже. Контур я возьму другой. В общем-то сделаю его. И, допустим, законтурились и иду в румяшки. Сегодня темные от Париса. У меня еще есть вот эта вот кремовая вещь Cheek Kisses. Но, честно говоря, это очень-очень пигментированный оттенок. Дважды в коротких роликах я их тестировала. Один раз в чистом виде, один раз с примесью консилера. Оба раза меня так и не удовлетворил результат. В общем-то, да, все короткие ролики с затестами будут добавлены в плейлист по Парисе. Сегодня я не хочу с этим париться. Мне еще к родителям ехать, да. Поэтому вот мы берем темненькие румяшки. Пытаюсь добиться оттенка. Ой, добилась оттенка. Это вот так поворачиваю, ничего не вижу. В анфас поворачиваю и вижу до хрена пигмента. Но, опять же, вот эта вещь уже такая темная-холодная. Темная-холодная бордошка. Не знаю, нравится ли мне. То ли просвечивает и поэтому мне не нравится, да. Но вот какое-то я вижу. Еще и пудру у нас сегодня, понимаем, не матовая. И для меня теперь все прям вот выглядит странно, стремно. Невозможно. Еще как будто на двух щеках нанесен вообще разный оттенок. What the fuck is going on? Кистью с остатками пудры подсглаживаю. Как раз такая пудра мне это все подсгладит 100%. Немножечко наношу на подбородок, под нос, остаточками на лоб. Ладно, мне перестает нравиться эта пудра, потому что мне кажется, что я похожа на жирный блинчик. Очень внезапно в обзор на Парис у нас втесалась рассыпчатая банановая пудра от Диваж. Ничего не знаю. Мне нужно эту зону зафиксировать. Потому что я чувствую себя некомфортно. Очень легкой кистью. Кистью от House of Kiss. Номер у нее 701. Крылья носа под глазное пространство. Но вот тут мне, знаете, все это не надо. Ультра сияние. Лоб выглядит херово. Я не знаю, как выглядит эффект слоеного тирога, но как будто бы это он. Я не знаю, видно, не видно. Но вот у меня лбу прям как будто бы плоховато. Ладно. И сходим еще раз в наш хайлайтер. Да, я уже говорила, что я не понимаю, есть ли пятно или нет пятна. Чисто мое мнение, эта палетка у меня скорее вызывает вопросы, чем ответы. А я не люблю так работать. Либо я понимаю, что происходит, и мне комфортно, и мне приятно. Либо же я в течение одного затеста могу приспособиться к происходящему. Либо происходит какая-то херь. Хайлайтер красивый, но вот есть серая полоса. Есть серая полоса. Хоть убейте, вы можете ее не видеть. Но она как будто бы есть. Ладушки, на ключице бахнем. Но вот такие спорные хайлайтеры я люблю наносить на зону декольте. Понимаете, лето скоро закончится. Ладно, с оформлением лица закончили. Давайте перейдем к макияжу глаз. Ну что, перейдем к глазам. Снова гостейп 2, конечно же. И сегодня мы пойдем в фиолетовую гамму. Фу. Хотелось бы показать вам все приколюхи, которые я успела осознать. Но опять же, в плейлисте будут все короткие ролики, все затесты. И там как бы все приколюхи можно отсмотреть. А сегодня, ну я не знаю, что пойдет, то пойдет. У меня нет конкретной задумки. Давайте я начну с оттеночка Dark Water. Два темных матовых. И мне любопытно на них посмотреть. В такой достаточно масштабной тушевочке. То, чего я не делала в своих мини-затестах. Прикольный оттенок. Такой синий-фиолетовый. Как будто бы грязноватый, но как будто бы прикольно. Чутка плешивый. Ну или не чутка. В общем-то ладно, это темный оттенок. Поэтому такая вот легкость формулы позволяет мне условно не бояться. Не бояться его набирать. Не бояться его донаслаивать. Тянется, тушуется. Вот по верхней границе мы можем наблюдать, что что-то тянется и что-то тушуется. И это не может нас не радовать. Мне нравится, как он тянется. И мне нравится, во что он тянется. Why? Why? Слушайте, красивый оттенок. Красивый оттенок. Такой чернильный. Чернильный или черничный. Хм, не знаю, но приколдесный. Сатинчик Lunar Eclipse. И это какая-то абсолютно потрясающая вещь. Я даже хочу натереть его на палец, наверное. И у него какой-то голубой шифт. При этом он как будто бы тепловат. Ах и да, я не помню, показывала ли. Но тут тоже на каких-то оттеночках гравировки. Все, конечно, уже подстерлось, потому что тестировали мы активно. В общем-то, сатином без подложки. Я схожу сейчас вот сюда в начало. Средний плотный. Но это сатин, чего мы от него ждали. Как бы в качестве матового его вполне можно использовать. Но он, кстати, по-разному смотрится. Видите, как будто внизу чуть теплее. Наверху чуть менее тепло. Но это не важно. Маленькую плоскую кисть. И иду в первый оттеночек Dark Water прорисовать пару графичных элементов по нашему сатину. Мне нравится, как это выглядит. Вот там есть какая-то чудесная интенсивность цвета. И оттенок становится наш темный матовый каким-то более синим. Такое что-то мы делаем. Своеобразное, специфическое. Я ничего не знаю. Я так хочу. В этом что-то есть. Вадушки, в этом что-то есть. Оттеночек Phantom. Да, надо посмотреть на него на подвижки, я считаю. Опять же, без клея, без ничего. Все полукремовое. О, слушайте, я знаю, куда я приткну бирюзу. Давайте тогда нанесем Phantom еще вот сюда в начало. Так, аккуратно, но не слишком аккуратно. Кожа выглядит плохо, мне не нравится. На другую сторону спонжа схожу в оттеночек Insomnia. Он не сюда не лезет. И это какая-то безапелляционная, скучнейшая бирюза. Но я придумала, что с ним сделать. У меня случайно получилось так придумать. Он и не в зеленую гамму, но не в фиолетовую явно. Так как спасти ситуацию, я снова возвращаюсь в Lunar Eclipse. И натираю его поверх бирюзового. И получаю фиолетовый. Фиолетовый Sparkle. Да, затертый. Потому что, ну, надо как-то состыковать это все. Возвращаю темный матовый на стык еще раз. Да, мне, кстати, не хватает какого-то тушевочного оттенка. Ну, то есть только графичная темная тушевка здесь возможно. Ну, да ладно. Оттеночек Phantom. Потом еще раз дублируя, возвращаю на подвижное веко. Дичайше все в усыпаниях. Весь нос вот тут вот. И оно не снимется хорошо. Синий гелевый каял 809. Идеально вписывается. Прорабатываю, включая угол. И, в общем-то, я думаю, что не буду я вам повторно показывать тушь. Тушь сегодня тоже будет в Almascara. Так же, как и в первом макияже. С ней все по-прежнему плохо. Она по-прежнему склеивает. Но, раз у нас обзор на Париса, мы воспользуемся продуктом от Париса. Вернусь уже с двумя доделанными глазами. Ну что ж, вот такие глаза получились. Я не смогла удержаться и потушевала границы желтеньким вот этим вот оттеночком из палетки от BeColor. 02 Star Walker. Если кому-то надо, я и не пользуюсь. Но вот внезапно. Ну, потому что было слишком скучно. Мне, а так, получилось Прикол Десну. Тушь это от Собачий. Я не могу. Ладно понаделала при этом еще какой-то суперэффект на ресницах. Понимаете? Но нет. Но нет. Последний лот это губы. Опять же, у меня были опции, да, что взять. У меня есть еще один тинт. Но что-то как-то мне все не понравилось. Поэтому я беру блеск. Тоже из коллекции Ghost Tape. В оттеночке у нас 02. Вам показать? В чем прикол? Я искренне считаю, что это темный блеск. А найти темный блеск для меня, дамы любящие все темное и мрачное, ну это, конечно... Ети же, пассатижи. Я наношу во всем губам. Захожу на наш карандаш, который сегодня не хотел отошиваться, честно говоря. Просто скомпоновываю всю эту историю. Очевидно, что это блеск. Очевидно, что блесочки голографические. Мне в зеркале это выглядит очень красиво. Выдается на маленькую внезапную пивку немного. Я считаю, что это слишком красиво. Поэтому я готова простить все. Ах да, я забыла сказать, в общем-то, что кожа выглядит катастрофическим. Я не знаю, как это спасать. Честно, мне хочется взять спонж. Он у меня до сих пор немножечко влажный. И вот где-то вот, где у меня вылезла вся нахрен кожная текстура, вот перепечатать, да, у меня запудрированная кожа. А что делать, скажите мне, пожалуйста? А пока что пробежимся по всему, что мы юзали в этом обзоре. Тон, давайте по плюсам. Кроющий, приятный финиш, много миллилитров, минусы, оттенок. И вот это вот какое-то полуматовое покрытие, которое имеет тенденцию забиваться в складочки. В общем-то, я бы прикупила, и я прикуплю, просто потому, что он перекрывает татуировки. Мне на спектакли надо. Я прикуплю просто в более светлом оттенке. Так, далее. Консилер. Он не супер какой-то кроющий, да, то есть если нанести просто его под какой-то легкий тон, то нет, он не перекроет. Он хорош для высветления. В целом, ну, нормально ведет себя. То есть не шибко как-то куда-то скатывается. И он матовый, что приятно, что удобно в случае, когда мы делаем макияж и глаз. I like it. Компактная пудра. Она с оттенком, и с оттенком 02, который мне темноват. Она темная, она держит не шибко хорошо. Но, в общем-то, блин, пудры, понимаете, такая вещь. Пудра это чисто расходник. Пудры заканчиваются постоянно, поэтому, ну, это не полный трэш. Допустим, это все равно лучше по итогу, да, внезапно. Я не знаю, как я тестировала вот эту вот вторую сегодняшнюю вещь, но вот это плохо. Стиновый финиш, такая сияющая кожа здоровая. Но почему-то она сначала сглаживает поры, потом западает в них нахер. И все это блестит. Блестит уже некрасиво спустя минут 30 после нанесения. И ощущение, как будто бы наебали что-то вот есть. Липкое, гадкое, неприятное. Запеченная пудра нет. Компактная в целом можно, просто подобрать оттенок нужно. А, ну, гламур глейс, ну, нет. Ну, приемлемый румян, ну, приемлемый. Но, опять же, это не прям вах. В целом, приемлемый хайлайтер. Ну, опять же, с золотым сиянием я найду что-то более 100% неполосатое. Контур это полная жопа единорога. Как-то я комплимент сделала контуру, который по итогу меня абсолютно не устраивает. И это еще мягко сказано. Полеточка гламур глейс. Нет. Пройдемся по губам давайте. Гелевый карандашик. По оттенку, ну, тепловато. Это мне просто в целом гелевые карандаши на губах. Это абсолютно не моя история. Я на губы наношу карандаши для глаз. Мне важно, чтобы текстура тушевалась, тянулась, куда-то миксовалась. Понимаете, если это просто вот куском встает и никуда дальше не тянется, или тянется, сдираясь вместе с губами, то нет. Прекраснейший, прекраснейший бальзам с оттенком. Да, мне такое нравится. Мне нравится оттенок. Мне нравится, как он себя ведет. Мне нравятся его характеристики. Он действительно углажняет. Единственное, что, ну, наверное, возможно бы я взяла оттеночек не такой рыжий. Но, в общем, в целом, ставлю лайк продукту, потому что прикольный формат. У меня такой в коллекции напиздела есть. У меня есть бальзамы с оттенком от BeColor. Ну, в общем-то, просто в другом оттенке. А так вещь стоящая. Сегодняшний блеск мне нравится. Чисто я не люблю, ну, я не фанат какой-то блесков. Но найти темный блеск. Смотрятся красиво, голографические блестки. В этом оттенке, вот он такой более синий, да, 0,2, я напоминаю. Мне нравится больше, чем фиолетовый, который, по-моему, в 0,1 оттенке. Лайк, если вы любите креативные темные губы. И еще мы с вами смотрели в первом макияже, ухаживали за губами с помощью масла-блеска. Мне очень нравится эта вещь. Мне нравится, как пахнет. Мне нравится, как выглядит. Мне нравится оттеночек. Да, 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 не покажите слово ход. Это не плампер. Это просто, видимо, горячие в смысле секс и губы. Допустим. Переходим к глазам. Гелевые карандаши от Париса мне нравятся. Но, опять же, только в слизистую. Если наносить их как подложку, то у меня где-то есть короткий ролик на тему того, как я пыталась вывести стрелку с синеньким вот этим вот красивым оттенком. Они не тянутся нихуя. В слизистой держатся шикарно. Яркие оттенки, все красиво, все прекрасно. Я ставлю лайк, просто потому что, в общем-то, я в слизистую их и наношу, и все на этом. Тушь это полный трэш, маскара. Я не знаю, почему так, почему это настолько не застывший продукт. Да, она не отпечатывается, что самое удивительное. Но на кисть выдается какое-то чудовищное количество. Она склеивает. Щеточка не самая удобная. Из плюсов она ультра-черная. Окей, вы знаете, сколько ультра-черных тушей существует в этом мире? И какой процент этих тушей склеивает? Мне ни одна тушь в жизни так не склеивала. Да. В общем-то, нет. Почти по всему пробежались. Ну, давайте тогда я скажу про вот эту вещь. В целом, палетка, любимка, особенно фиолетовая гамма, которая сегодня у нас на наших черничных глазах. Я, в целом, готова облить все это поносом за вот это вот, да, то, про что я высказывалась в первом макияже, перед первым макияжем. За микропластик в одном рефиле. То есть, по сути, мы покупаем палетку на 8 оттенков. А по сути, оттенков-то всего 7. Но в остальном, в остальном, неплохие матовые, которые работают и в графику. Ну, сегодня вот мы видим, да, и в графике, и в растушевке, в общем и целом. Нормально. Не самые лучшие тени. Может там что-то пляшивить, но неплохо. И главное, что они достаточно темные, и при этом достаточно тянутся. Это вообще плюсище. А мои фавориты, это оттеночек Lunar Eclipse, который сатин, вот на удивление сатин, но он какой-то удивительный. Он какой-то тепловатый, при этом с синим шифтом. Короче, красивая вещь. И его можно и как матовый, и как сияшку. Люблю. Люблю, не могу, обожаю. И оттеночек Phantom. Просто потому, что я люблю, во-первых, солнечные спарключки, а во-вторых, я не знаю, как вам это показать, но у него есть какая-то голубая то ли подложка, то ли что. Я вставлю где-нибудь здесь вот фотку макияжа, где я этот оттеночек наносила и на подвижку, и вот сюда вот в уголочек в графику, и там он был голубым. В общем-то, просто интересный оттенок. Мы такой любим, мы такое ценим. А оставшиеся две сияшки, вот эти вот, они неплохи-неплохи. Contagious мне нравится больше, бирюза для меня дешевый, просто сам по себе оттенок. Данный оттенок бирюзы для меня дешеват. В остальном приятные такие мягкие полукремовые сияшки, но скучные просто. Я, понимаете, со своими тами и прочими прелестями уже так втемяшилась во всякие дуахромы, мультихромы, шифты, хоть что-то, хоть какой-то изюм мне подавай. Ну и да, вы видели сегодня, как из бирюзы можно сделать фиолетовый, такой синий-фиолетовый тоже спаркл. Кто б знал, кто б знал, ну теперь вы знаете, потому что я так наэкспериментировалась. Ролик почти закончился, я хочу сказать еще пару слов. Во-первых, я хочу сказать спасибо бренду Париса Косметика за то, что они мне прислали эту дивную рассылку. Потому что такое количество продуктов и столько каких-то экспериментов, столько контента. Вообще классно, круто, потрясающе. Да, мне не все понравилось. Ну, про тот же микропластик, извините, меня уже осудили 3000 раз в комментариях, сказали, что это можно наносить на глаза. Я сказала, ну флаг вам в руки, пожалуйста. Короче, да, какие-то продукты мне нравятся, какие-то продукты нет. Что-то я буду покупать повторно, что-то я не буду использовать даже пока вот оно у меня есть сейчас. Это было интересно, это было классно, это было здорово. Давайте посмотрим первый макияж, второй макияж. Мне нравятся, наверное, оба, конечно же, больше нравится второй. В целом мне фиолетовая гамма просто нравится в данной ситуации намного больше. Если вам понравилось это видео, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ставьте дизайки, если вам не понравилось. Пишите комментарии. Есть ли у вас что-то от бренда Париса Косметикс? Нравятся ли вам какие-то их продукты? Может быть, вам что-то наоборот не нравится? Или то, что не понравилось мне, нравится вам и наоборот? В общем-то, давайте, давайте общаться в комментариях. В описании под видео я оставлю ссылку на плейлист со всеми затестами Париса Косметикс, а также ссылку на обзор большой палетки Гостейп. Вон она у меня стоит на заднем плане. Подписывайтесь на телеграм-канал, там вы могли заранее знать, что я планирую снимать. Там вы могли видеть, как носятся макияжи в процессе затеста всех этих продуктов. И, в общем-то, там есть мои и восхваления, и недовольства. У нас там миленько, прикольненько, кайфовенько. Мне самой он нравится. Я его периодически пересматриваю, знаете, там на месяцок назад отматываю и смотрю, что было. Мне прикольно, мне нравится. Что-то у меня здесь выпадает из глаза, но это не точно. Что еще? Я не знаю, где вы смотрите данное видео, но у нас, значит, есть YouTube, ВК, NUM и Яндекс.Дзен. Да, четыре платформы, на которых выходят теперь все ролики, потому что я не знаю, что наебнется следующим. Поэтому, если вы хотите меня поддержать, если вы не хотите меня потерять, ну вдруг, ну вдруг, то подписывайтесь на все четыре платформы. Все ссылки будут так или иначе где-то внизу. Я думаю, что на сегодня все. Всех люблю. Всем пока.